ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В библиотеке Пушкина вспоминают, как восстанавливался книжный фонд после Великой Отечественной войны. Об этих и других событиях мы расскажем вам в ближайшие полчаса. Здравствуйте, это «Губерния», итоги недели. Я Сергей Кравцов. У Орловщины благоприятный инвестиционный климат, отметили представители немецких компаний. В среду члены Российско-Германской внешнеторговой палаты и губернатор области наметили пути дальнейшего сотрудничества. Встреча прошла в формате диалога. В открытый диалог с губернатором Орловской области Вадимом Потомским вступили около 20 представителей немецкого бизнес-общества. Место проведения резиденция чрезвычайного и уполномоченного посла ФРГ в Российской Федерации. За чашкой чая о сотрудничестве. Инвестиционный потенциал региона обсудили за деловым завтраком. Приоритетное направление взаимодействия нашего региона и немецких партнеров – АПК, промышленность, машиностроение. Необходимо рассказывать о регионе, необходимо представлять наш регион. И чем чаще и больше мы будем этого делать, тем более известен будет наш регион. Новый импульс Орловским и немецким деловым взаимоотношениям придает и упрощенные требования к инвесторам. Михаил Бабкин подчеркнул, что круг получателей льгот расширен. Размер их снижения сделали максимальным. Готовы поддерживать как те проекты, которые уже реализуются на территории Орловской области с участием немецкого бизнеса, так и любого другого инвестора, который захочет прийти и работать в нашем регионе. Ряд немецких компаний ставит Орловской области твердую пятерку. Для развития бизнеса среда здесь более чем благоприятная, говорили потенциальные инвесторы. Орловская область в этой связи является, на мой взгляд, очень перспективной в тех сферах, которые были обозначены и с точки зрения инвестиционной привлекательности, и с точки зрения потенциального сотрудничества и потенциальных возможностей для этого сотрудничества. Германский бизнес сохраняет полярность, несмотря на сложности в мировой экономике. А фундамент взаимоотношений Орла и ФРГ будет только крепнуть. Тем более, что опыт двусторонней работы положительный. У нас есть предприятие, которое уже функционирует много лет. Оно расположено как раз в Орловской области. И имеем интерес в ближайшее время модернизировать наше производство, расширить его на новую продукцию. Кстати, российско-германская внешнеторговая палата – самая большая иностранная бизнес-ассоциация в России. И немецким партнерам в реализации инвестиционных планов поддержка гарантирована. Для нас это рабочие места, для нас это налоги, для нас это развитие региона. И я убежден, что сегодняшний разговор плавно перейдет к реализации уже намеченных нами проектов на практике. Нам очень понравилась его открытость, его знание конкретных деталей дела. И надеюсь, что разговор был не только интересным, но будет и плодотворным. Орловская область получит средства из федерального бюджета на ремонт и строительство дорог. Правительство страны в рамках госпрограммы развития транспортной системы распределило между регионами почти 70 миллиардов рублей. О дорожных планах, благоустройстве, ценах на продукты речь шла во вторник на аппаратном совещании в администрации региона. Наталья Пехтерева с подробностями. Орловщина вошла в число регионов, в котором будут выделены средства на реализацию важных социально-экономических проектов для развития страны. Из федерального бюджета поступит более 403 миллионов рублей. О дорогах, асфальте, который местами расставил вместе со снегом, говорили на аппаратном совещании в администрации региона. Не стоит дожидаться сезона большого ремонта, порекомендовал губернатор. Проводить правильный ямочный ремонт, правильный ямочный ремонт, чтобы он не вылетел через неделю, а перед этим подготавливать эти участки. На дорогах, улицах и тротуарах пора бы наводить порядок после зимы, сказал Вадим Потомский. Максимальный упор на благоустройстве, тем более, что до празднования Дня Победы осталось два месяца. Фронт работ солидный. Вот и орловчане говорят о том же. Латышки Стрелков, дом, наверное, там 12. Частные домики небольшие. Там никогда не убираются. Вы подойдете, там ужас, что делается. Вот этот песок, который не убирается, они посыпать насыпали его, а убирать не убирают. Центральные, может, еще как-то убирают, а остальные, ну, как обычно, все. Каждый год все одно и то же. Если мы будем пытаться с вами привести город в порядок, там Орел, Ценск, Ливное, Бохов, ну и все остальные муниципальные образования, районные центры, там за неделю до праздников, ни к чему хорошему-то не пройдет. Будет Аврал, и мы что-то не успеем. Вы, пожалуйста, собирайте предпринимательское сообщество, те, которые являются собственниками помещения, те, которые арендуют эти фасадные части, когда есть там камостан, это вот подобие, извините меня, гостиного двора, да, ну, можно же провести все это в порядок, покрасить, там, побелечь. Контрольный объезд города и области Вадим Потомский наметил на пятницу. Я знаю, там Берников комиссию создал из 30 человек. Но если все эти 30, я вижу, с мёртлами там подметающих, ну, то я понимаю, значит, какая масса нужна. А если все, которые посовещаются по уголькам в городе навести порядок, 4 человека от города, представители, мы будем. Объезжаем город, сначала начинаем с Орла, потом Ливен, Ценск. Я думаю, вы тоже с нами поедете, потому что если мы сами не включимся, то все остальное, это на уровне разговоров останется и не более того. Видимые для орловчан результаты должны появиться еще в одной сфере. Цены, которым разными мерами указывают потолок, пока что неохотно сдаются. То, что у нас они самые низкие на хлеб среди регионов ЦИФО, конечно, большой плюс, чего пока не скажешь о ряде других товаров. По данным Росстата, в ЦИФО отмечено увеличение цен на рыбу и рис на 8%. Масло подсолнечное и чай подорожали на 5,6%. Снижение цен зафиксировано на помидоры, свинину, мясо птицы, сахар, яйца, молоко, хлеб. В Европе, корпорация Green Palada Tor, применяются объективные минимальные торговые наценки. Специально выделен желтым штрих-код. По словам Вадима Потомского, компания, которая сдерживает Росцент, вправе рассчитывать на определенный перечень преференций. Одним из направлений такого поощрения может стать установление определенной льготы по земельному налогу, либо по верной плате на землю. Ярмарки – это как раз те места, где продавцы уже получают бонусы. За место платить не надо. Следовательно, и орловчане вправе рассчитывать на продукты, которые будут дешевле. Недавно губернатор поднял вопрос о недопущении необоснованного роста цен на говядину. По словам Владимира Каратеева, достигнуты договоренности о снижении цен на этот продукт. С наступлением весны автомобилисты уже потянулись в сервисные автоцентры. Ремонтировать подвески. Одна из двух российских бед не теряет актуальности. Областной центр в этом году не стал исключением. Однако же в городе Болхове ситуация еще острее. В этом лично убедилась Виктория Юркова. Болхов – центр города, главная автомагистраль. По ней сразу в двух направлениях следуют машины. Преобладает большегрузный транспорт. Фуры из Белева через Болхов идут в Орел. Когда-то вот эта дорога была сделана крепкой, бетонированной, наверное. Ну это уж сколько лет назад. Каждый раз вот весной, осенью засыпают, замазывают, что там они делают. А видите, что творится. Ну где раньше были лучше, конечно. Да слуха. Да, наверное, в общем. Я не знаю. Всегда у нас средств не хватает. А может быть просто воруют у нас очень много. В последние несколько лет Болхову выделялись средства на ремонт дорог, не превышающие 6 миллионов рублей. Это всего лишь десятая часть от суммы, которую можно было бы, к примеру, потратить на замену километра асфальта по улице Ленина. Подсчеты, кстати, по ценам даже не 2015 года, а 2013. Дорога довольно широкая. Мы об этом говорили несколько ранее. И в прошлом году на комиссии по безопасности дорожного движения губернатором Владимиром Владимировичем Потомским было принято решение о выделении средств на ремонт дорог в городе Болхове в сумме 27 миллионов рублей. И подтверждение уже сегодня есть, что эти средства будут выделены. Беспрецедентную для города сумму Болхов получат впервые. На эти средства собираются привести в порядок главное полотно города. Те самые дороги, разбитые фурами. А пока же, по словам Михаила Дорофеева, стоит воспользоваться хорошей весенней погодой. Необходимо все-таки поддерживать, делать ямочные ремонты, что на сегодняшний день администрация города не делает. Поэтому я написал обращение к главе города о том, чтобы немедленно приступил к ямочному ремонту. А может быть даже не ямочный ремонт, а надо колдобины, понимаете, убирать с дорог. В городской администрации уверяют, что не теряют зря времени. Наоборот, в этом году удалось гораздо раньше подготовить проект на сметную документацию. На сегодняшний день мы готовы участвовать в проектах. У нас есть сделана сметная документация. Более чем на 20 миллионов рублей провели мы торги по ямочному ремонту дорог. Поэтому в ближайшее время ситуация будет исправляться. Тем не менее, пока болховчане не готовы выставить даже оценку удовлетворительно властям. Тут даже не единица, а ноль. Дорог абсолютно никаких нет. Ездить невозможно, вы сами видите. Если центральные улицы не осваивают, то что говорить про близлежащие? В списке первоочередников 7 улиц. Кстати, на неделе, когда в областной администрации обсуждался дорожный вопрос, главой региона было отмечено. Небывалое финансирование в этом году получат Болхов и Ливны. 20 миллионов рублей, которые будут выделены в этом году на ремонтную дорожную кампанию, немногим больше годового бюджета города Болхова. И в три раза больше сумм, выделяемых годами ранее. В январе на нашем канале выходил репортаж о деятельности докхантеров. Тогда от рук живодеров погибли десятки собак и кошек. Животных травили ядом. На снегу это вещество давало розовую окраску. Алана Важенина вместе с защитниками животных попыталась провести собственное расследование. Получив письменные ответы, из различных инстанций она продолжит тему бродячих животных. Ничего с земли не подбирать. Вот с такого инструктажа теперь начинается прогулка у многих заводчиков собак. Все это делается для сохранения жизни питомца. Несмотря на то, что массовой травли с 25 января в городе не объявлялась, бдительность по-прежнему лучшая защита. Напомним, в последнюю неделю января в Орле погибли бродячие животные. С признаками отравления в клинике привозили и домашних собак. В числе чудом спасенных и вот этот щенок, найденный защитниками животных. Своими силами все, что можем делать, мы делаем. Очень бы хотелось отметить то, что все-таки существует за это на самом деле ответственность. Административная ответственность. У нас есть статья 245 за жестокое обращение животных. Но многих бездомных собак и кошек все же спасти не удалось. Они умирали на глазах школьников от какого-то розового вещества, рассыпанного на снегу, прямо на территории школы. Возмущенные родители тогда забили тревогу. Но, как обычно, широкого резонанса в городе убийство животных не вызвало. Не принесли никаких извинений детям и родителям за то, что трупы собак лежали на территории ни седьмая, ни девятнадцатая школы. Хотя за такое инкриминируют даже не административное, а уголовное наказание. Сотрудники правопорядка, правда, начали проверку после того, как активист сообщества «Кот и пес» Вита Плахова написала заявление. В ответе отдела полиции по железнодорожному району написано, что ввиду отсутствия трупов, возбуждение дело отказать. Не тело, не дело. На самом деле, к сожалению, вот так это произошло. Не смогла выяснить полиция и то, чем травили собак, лишь предположив, что это вещество противотуберкулезного назначения. Мы в интернет залезли, там ввели, допустим, препарат. Я прошла 10 аптек. У меня был сюжет 28 января. Как продается вот такой препарат? Он продается всем абсолютно без исключений. Сегодня у нас аптеки работают на коммерческой основе. Не нужно им никакие рецепты. Они все это продают. Любому, даже подростку. А получается, у вас в ходе проверки было выявлено, что он не продается. То есть уже идут какие-то нестыковки. Хорошо, конечно, что провели хоть какую-то проверку. Ведь раньше полиция вообще не реагировала на живодеров. А теперь, так как прецедент уже есть, возможно, когда-то кого-то и найдут. А может быть, и искать не надо. Незадолго до своего ухода в отпуск Михаил Бердников на пресс-конференции заявил, что спецавтобаза, еще зимой снявшая с себя обязательства по отлову собак, вновь занимается этим делом. То подразделение на спецавтобазе, которое есть по отлову собак, оно действует. К сожалению, объем, понятно, недостаточный. То есть все равно отлавливают? Да, все равно отлавливают. Все равно отлавливают, но за счет городского бюджета. Только как осуществляется этот отлов, непонятно. Собак ведь нужно отвозить на специализированную передержку, а ее у города нет. В Звигинках приют закрыли. Эти рассуждения наводят на мысль, что собак грузят в машины уже мертвыми. Спецавтобаза все отрицает. Занимается ли спецавтобаза отловом бродячих животных? Нет, не занимается. Неужели сети-менеджер не владеет информацией? Пока на официальном уровне в городе не будут приняты меры по отлову бродячих животных, к вопросу о живодерстве и гуманности мы будем возвращаться еще не раз. Один американский писатель и журналист, выходец из России, сказал об этом так. Человечность – это не то, как мы общаемся с людьми. Это то, как мы относимся к животным. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии. Произошло оно на 61-м километре автодороги Орел-Тамбов около часа дня во вторник. О вероятных причинах пока говорить рано. Известно лишь, что все трое – парень и две девушки – были пристегнуты. Но им это не помогло. Дмитрий Пустовой побывал на месте трагедии. В этом ДТП доказать, кто прав, для инспекторов будет сложно. Все, кто ехал в автомобиле «Лада Гранта», погибли на месте происшествия. По предварительным пока данным, виновник на данный момент пока не установлен, потому что ведется следствие. Пока известно, что мужчины и две девушки, находившиеся в легковушке, оказались на встречке. Там они на полном ходу врезались в КАМАЗ, водитель которого даже не успел затормозить. Все произошло за доли секунды. Пытались затормозить что-то? Ну, конечно. То, что там, я не знаю, секунды, наверное, какие-то. Затормозить, и уже она как-то уже вот мы была. Вот по тормозам. А с какой скоростью примерно двигались? Километр 70, наверное. То, что впереди была помеха дорожная, я этот, Беларусь, ехал. Я газ бросил и видел, что встречные идут. И я не старался его, ну, скорость сбавил. Удар «Гранта» о КАМАЗ был настолько сильный, что от легковушки осталась лишь груда металла. Приехавшим на место ДТП спасателям пришлось потрудиться, чтобы извлечь тела. В результате ДТП в автомобиле «Гранта» оказалось 3 человека без признаков жизни. При помощи генералического инструмента, лично составом пожарной части номер 30, по крайней мере, поселок Покровского и Покровского района, были проведены деблокировочные работы. Разрезали машину, раскрыли двери, открыли капот, багажник для того, чтобы извлечь пострадавших. По предварительным данным, транспортное средство, в котором пострадавший водитель, пассажиры были преследованы. В этом ДТП фигурирует еще один автомобиль и тоже «Лада Гранта». По словам водителя КАМАЗа, именно столкновение двухвазовских моделей и стало отправной точкой трагедии. Дорожно-транспортное происшествие на 61-м километре от трассы «Орел-Тамбов» парализовало движение на этом участке на несколько часов. Инспекторам теперь предстоит определить степень вины участников этой трагедии. Сложность заключается в том, что в их распоряжении нет ни съемки с камеры видеорегистратора, а также наличия всего лишь одной стороны. Коротко о других значимых событиях прошедшей недели. Орловские полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство 86-летней женщины. При тушении пожара в многоквартирном доме в селе Селихово Знаменского района был обнаружен труп хозяйки квартиры с множественными повреждениями головы. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый, ранее судимый, 24-летний парень. Оперативники угрозыска задержали его в собственной квартире. Задержанный пояснил, что к пенсионерке он пришел попросить в долг деньги. Потерпевшая ему отказала, после чего он нанес ей несколько ударов по голове табуретом. По словам злоумышленника, причиной пожара могла стать незатушенная сигарета, которую он оставил в квартире пенсионерки. Возбуждено уголовное дело. Пожар в среду ночью случился в поселке Верховье. На помощь жителям многоквартирного дома оперативно выехали и орловские спасатели. Пламени в ночные часы хватило полувековую постройку. На подмогу спасателям прибыли огнеборцы районных пожарных частей, следователи, специалисты газовой службы и электросетей. Жителей удалось спасти от огня. Дом же выгорел изнутри и лишился кровли. Причину пожара еще предстоит выяснить. Беженцы продолжают пребывать на территорию Орловской области. Только на этой неделе наш регион принял более ста человек. Если раньше ехали семейные пары с детьми, то сейчас все больше поодиночке. Виктория Юркова побывала в одном из пунктов временного размещения беженцев и посмотрела на условия их жизни. Здесь, конечно, спокойнее, но о доме вспоминают и взрослые, и дети. Не так давно убегали, бросив все. Сколько комнат было дома в квартире? Десять. Три. Три комнаты было, да? Одна ванина, одна наса. Подружка появилась одна. И мы с врагом подружили. Были курточки. Шортики разные. И бриджи. Одежды, как и питанием, обеспечены, говорит Лилия Орехова. Администрация нам очень хорошо помогает. Нам абсолютно все. Любое пожелание. В этом пункте временного размещения, находится он в Орловском районе, сегодня обитают 42 украинца. Какую только социальную нагрузку не несло это здание. В свое время здесь был и дом престарелых, и даже детский центр. Теперь в довольно стесненных условиях живут бывшие дончане. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Проблемы найти работу я не вижу. Кто хочет, тот найдет. Единственное, возникают проблемы с оплатой труда. Пришел работать в одну строительную компанию, она в Железногорск. Она стройку ведет в Орле. Социальное строительство. С очень минимальными расценками, на которые не соглашается местное население работать за такие деньги. Я согласился. Проблема с работой, пожалуй, единственная. Но пока даже несмотря на это не голодают. Питание привозят порционное из местного кафе. Продуктами помогают и фермеры Орловского района, рассказывают украинцы. Нас здесь живет трое. Это моя внучка. Живем мы очень хорошо. Спасибо всем, что нас так пригласили сюда. Вернее, приютили здесь. Всего нам достаточно. Абсолютно всего. И еды, и питания, и внимания очень много. Помимо ПВР Орловского района, на территории нашего региона остались действующими еще три пункта размещения беженцев. В некоторых из них есть свободные места. Всего же с начала 2015 года Орловщина приняла уже 1648 украинцев. Богатой на награды стала поездка орловских кикбоксеров в подмосковный Серпухов. Там проходили чемпионаты первенства страны по кикбоксингу. 550 спортсменов доказывали свое право называться лучшими. Семеро наших ребят поднялись на пьедестал. Свои награды они завоевали в разделе «Фуллконтакт» с лоу-киком. Олег Рудаков расскажет. В сборную Орловской области вошли 15 спортсменов из «Дюшшор» боевых искусств «Дюшш-1» и «Дюшш-9». Но удача улыбнулась лишь половине наших бойцов. Из семи завоеванных наград в активе Орловской сборной – три бронзы, два серебра и два золота. Триумфаторами стали Сергей Тян и Ирина Ясенкулова. Совсем немного не хватило для победы Анжелике Васютиной и Илье Зулидову. На третью ступень поднялись Хабиб Гаджагаев, Юлия Полянская и Эльмира Жаворонкова. Своего рода юбилейной стала эта победа для Сергея Тяна. Трижды он становился первым на первенстве России, что пока не удавалось никому из орловских кикбоксеров. Выступил хорошо. Тренер оценивает то, что я мог лучше выступить. Но это на твердую четверку в победебальной шкале. Если ты стал первым, то крайне противопоказано почивать на лаврах, говорит Андрей Чадин. Впрочем, и тренеру иногда довольно трудно бывает распознать в начинающем спортсмене будущего чемпиона. Все зависит от того, насколько он трудолюбивый. Насколько он будет все терпеть и тренировочный процесс, потому что могут и удачи, и неудачи происходить. Пришел к выводу, что ни на кого надеяться не надо, ни на кого рассчитывать не надо. Просто работать каждый день и все. Терпение труд, все перетрут. Перетирает все трудности кикбоксинга Сергей Тян уже 10 лет. Каждый год приносят ему новые победы, но и от разочарования никуда не уйти. Однако, благодаря им вкус Виктории намного слаще. Мечта спортивная есть? Стать великим непобедимым бойцом. Конечно, осуществимо, если к этому идти каждый день, каждую минуту, когда стараешься и стремишься к этому. По итогам этих соревнований Сергей Тян, Анжелика Васютина и Илья Зулидов вошли в юниорскую сборную России. Впереди у них первенство Европы в Испании. А Ирина Есенкулова уже в составе взрослой сборной выступит на чемпионате мира в Сербии. 115-й день рождения отметит совсем скоро Центральная городская библиотека имени Пушкина. Сегодня ее посещают порядка 11 тысяч абонентов. К их услугам более 100 тысяч экземпляров книг и журналов. Олег Рудаков подробнее. 26 мая 1899 года в Орле отмечали 100-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Тогда же было объявлено о создании библиотеки его имени. Уже через год, в 1900 году, Общественная библиотека имени Пушкина приняла своих первых читателей. Услуги в то время ее были платными. Абоненты платили в год от 2 до 10 рублей. Но даже при таких условиях библиотека оставалась заметным культурным учреждением города и влияла на его общественную жизнь. Начиналось все с пожертвований, рассказывает библиотекарь со стажем Нина Антонова. Кто-то помогал деньгами, кто-то приносил книги. Часть расходов взял на себя орловский губернатор того времени Александр Трубников. Во время Великой Отечественной войны библиотеки практически не стало. Большая часть книжных томов погибла в огне и под бомбежками. Восстанавливали библиотеку всем городом. В ноябре 43-го она возобновила свою работу, имея лишь чуть более 4 тысяч томов. Люди брали накануне, начало оккупации, они разобрали эти книги и они сохранили их дома. Город был очень разрушен. И таким образом сохранилась какая-то часть и редкого фонда. Первоклассником записался в Пушкинскую библиотеку Виктор Проничев. Было это в октябре 44-го года. Читал уже тогда хорошо, спасибо маме, вспоминает старейший читатель Пушкинки. Наверное, тяга ко всему интересному и привела в царство книги. Шла война, но библиотека уже работала. Всего был один библиотек, Александра Николаевна. Через несколько лет ей дали помощницу. Моя любовь к рисованию помогла мне, вернее, я помог библиотеке оформлять стенды, по мере возможностей своих. И меня Александра Николаевна звала сынком. В 1963 году библиотека переехала в торговые ряды. Библиотечный фонд состоял из 26 тысяч книг. Сегодня он насчитывает порядка 60 тысяч томов, в том числе более 600 редких книг. Постепенно книги переводятся в востребованный сегодня электронный формат. Вот с 2013 года в нашей библиотеке появился вот такой агрегат. Это планетарный сканер. При помощи него мы сейчас занимаемся оцифровкой самых старых изданий нашей библиотеки. Это и краеведческие, и редкие книги, которые у нас находятся в специально отобранном фонде. 26 мая библиотека будет отмечать свою 115-ю годовщину со дня основания. Праздник это наш общий, говорят библиотекари и сотрудников, и читателей. И искренне надеются, что число их, несмотря ни на что, будет расти. На этом у нас все. Ровно через неделю с вами снова программа «Губерния. Итоги недели» на телеканале Первый областной. Заглянем в прошлое, чтобы лучше жить в настоящем. С вами был Сергей Кравцов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok